Напомню, трагедия произошла в День Победы в районе деревни Войнова. Семейная пара вместе с друзьями отмечали праздник на берегу Клязьмы. К вечеру 57-летний мужчина решил продемонстрировать навыки езды по воде. Во внедорожнике находилось 5 человек. В результате по воде машина смогла проехать только метр. Дальше Ниву начало уносить течением и машина ушла под воду. По данным следствия, двери машины заблокировались. Чтобы пассажиры могли выбраться из потонувшего внедорожника, водитель открыл окна. Он выкрикнул, что выбирайте все спокойно, не торопясь, я машину буду покидать последним. По сути, он видел, что машина пустая, из салона выбрались все. И он действительно через огно выбирался последним. Но на берегу оказалось, что они находятся вчетвером, а его супруге Вике на берегу не оказалось. Спустя несколько дней после трагедии водитель покончил жизнь самоубийством. А его 55-летнюю жену продолжали искать на протяжении трех недель. За все время поисков было исследовано 116 километров береговой линии. 339 обследовано с помощью плавсредств. Беспилотным летательным аппаратом около 8 тысяч квадратных метров поверхности и акватории. И вот утром 27 мая во время патрулирования спасатели обнаружили тело женщины приблизительно в 8 километрах от места трагедии.